Анатолий Пахомов пожелал всем присутствующим успехов в учебе и подчеркнул, что сегодня очень важно в городе создать такие условия, при которых все выпускники вузов смогли бы находить достойную работу на курорте. Это очень здорово, что сегодня ваше студентское самоуправление приняло решение о том, чтобы создать студенческие вторники, для того, чтобы могли студенты со всех вузов собираться, знакомиться. Мне очень приятно, что наша молодежь города, она очень активна. Приятно всех поблагодарить за ту работу, которую мы вместе сделали с вами во время подготовки к Олимпийским играм. Я благодарен всем студентам, которые были волонтерами. Наши игры были признаны самыми лучшими как раз по этим двум факторам. После того, как кандидат ушел со сцены, его окружили студенты. У Анатолия Пахомова молодые сочинцы спрашивали, каким он видит будущее курорта и что он планирует сделать, чтобы Сочи и в постолимпийский период не потерял свой бренд – город, где праздник каждый день. Прошло у нас самое крупное мероприятие – Олимпиада. У нас будет еще формула, у нас будет еще футбол и будет у нас фестиваль робототехники. Я считаю, что город Сочи должен организовать как можно больше фестивалей, мероприятий вот такого значимого уровня, чтобы люди, которые приезжали в Сочи, понимали, что они приезжают в город праздник, в город счастья, любви, добра. На мой взгляд, мэр города Сочи – это должен быть человек с активной жизненной позицией, человек спортивный, современный. Для нас, как для молодежи, очень важно, чтобы будущий мэр нашего города обращал большое внимание на молодежь, чтобы был организован правильный и интересный досуг молодежи, чтобы каждый выпускник университета был уверен в своем будущем. Другие кандидаты на пост главы города информацию о своих встречах с избирателями не предоставили. Напомню, выборы мэра Сочи пройдут в единый день голосования – 14 сентября.